Вопросы накопились, решения по ним найдены. Сегодня глава Юлия Купецкая провела личный прием граждан. Это маленькая делегация с Химиков 6. Дом четырехквартирный. Люди рассказывают о текущей крыше, прогнивших коммуникациях и о своем желании попасть в госпрограмму, чтобы получить более комфортное жилье. В прошлом году экспертиза не подтвердила, что дом аварийный, но жильцы сомневаются в компетентности тех экспертов и в том, что они вообще посещали дом. Есть определенные сомнения и у главы. Было принято решение, что по всем заключениям, которые в 2020 году дали, провести повторное обследование с выходом на месте экспертной организации на каждый жилой дом. И выходить она будет не самостоятельно, а совместно с сотрудниками администрации всей комиссии, которая признает дома аварийными. Потому что у нас тоже возникли такие вопросы. Я не могу достоверно сказать, не опровергнуть ее слова, потому что заключение есть. Пока никто не потрогает, не пощупает, не увидит. Но такие вопросы у нас возникли. Если после проведенного дополнительного обследования будет принято решение, что дом аварийный, его включат в госпрограмму. Но жильцам пояснили, что произойти мгновенно этого не может, поскольку пока новоселье отмечают жильцы тех домов, что были признаны аварийными до 2017 года. Переселение сегодня стало центральной темой приема по личным вопросам. Например, это жители дома номер 13 по улице Возрождения, который получил статус аварийного в 2018. Люди мечтают переехать в новую квартиру в этом году. Глава разъяснила алгоритм действия администрации, который начнет реализовываться только после внесения региональной власти корректировок в госпрограмму. А это будет предоставление либо равнозначного жилья, либо выкупной стоимости. Если вы настаиваете на незамедлительном расселении, мы вам можем предоставить жилое помещение маневренного фонда для того, чтобы вы проживали в нем до решения вашего вопроса уже за счет средств госпрограммы. Юлия Олеговна, понимаете, мы не настолько богаты, чтобы оплачивать и маневренный фонд тоже. А маневренный фонд в каком плане вы оплачиваете? Коммунальные услуги? Я же буду оплачивать, а это же как аренда жилья получается. Нет, это вы оплачиваете только коммунальные услуги, никакой аренды жилья вы не оплачиваете. Мы вам предоставляем жилое помещение для временного проживания. Вы оплачиваете коммунальные услуги, которые вы пользуетесь. Никаких других оплат у вас там не происходит. Помочь благоустройством дома просила сегодня жительница Химиков-14. Женщину беспокоит, что уже несколько лет подход к подъезду никак не заасфальтирует. Сейчас у дома непроходимая грязь. Вот я коллегами сейчас говорю, прокурору говорю о том, чтобы поставили в бюджет на этот год подход к подъезду. И урны, и лавочки. Но при условии, что жители будут следить за порядком у дома, летом сделают клумбы. На что Татьяна Хитрова согласилась и добавила, что все жители ждут общегородского весеннего субботника, чтобы принять в нем активное участие. Обсуждали сегодня на приеме земельные вопросы и вот такие личные про трудные жизненные ситуации. Светлане Степаньковой, которая накопила долг за коммунальные услуги в размере более 500 тысяч рублей, помогут с оформлением субсидий на текущие платежи в соцзащите, при условии, что она найдет работу и будет оплачивать эти текущие платежи. А по поводу задолженности заключит соглашение о реструктуризации. Субтитры создавал DimaTorzok